Промчаться вниз головой по ледяной трассе со скоростью 130 км в час для этих спортсменов – дело привычное. Они преодолевают полторы тысячи метров по трассе со множеством крутых поворотов и при этом управляют скелетоном, только слегка смещая вес своего тела. Сегодня на трассе проходит официальная тренировка, а уже в среду начнутся сами соревнования. В ходе летних тренировок стало понятно, что есть значительные улучшения. В целом в российской сборной уровень подготовки стал выше. Мы над этим работаем. Уже удалось выявить новые таланты, подающие надежду в предстоящем сезоне. Здесь, в Сочи, мы обрабатываем технику заездов, наблюдаем, как спортсмены проходят виражи, преодолевают трассу. Среди участников соревнований – новички и опытные спортсмены. И все в один голос утверждают – скелетон в России выходит на совершенно новый уровень. У нас сейчас такая хорошая конкуренция в команде. То есть ты благодаря этому растешь и прибавляешь. Потому что раньше было там три человека, грубо говоря, и между тремя человеками это все разыгрывалось. Сейчас уже человек семь, которые действительно могут, любой может взять и встать. В принципе, у нас такой вырос немножко результат на мировой арене. Если мы раньше как-то догоняющейся стороной были, то последние лет пять уже, в принципе, чемпионаты мира, чемпионаты Европы, Олимпийские игры, везде медали есть. Тенденция в последнее время, я думаю, это больше связана с привлечением внимания скелетону в связи с Олимпийскими играми домашними в Сочи. Очень интенсивно стали развивать скелетон, подготавливать. Но я думаю, определенный импульс еще придало то, что появилась наконец-то своя домашняя трасса. Поэтому не надо ехать за границу, тратить очень много средств и денег на перелет и перевозку. А тут сразу в России больше спортсменов катается, больше конкуренция. Почувствовать настоящую конкуренцию спортсмены смогут с 28 по 30 октября. Ведь по итогам их выступления на Кубке России будет определен состав участников соревновательных серий Кубков мира и Европы.